Всем привет! Это новый выпуск сводки новостей Донбасса о войне в Украине. Говорим о ситуации по обе стороны линии фронта. Я Кристина Терещенко. В Ахмут под ежедневным огнем около полуночи российские войска разрушили многоэтажный жилой дом. По предварительной информации, оккупанты нанесли авиаудар. Ракета уничтожила практически весь подъезд. Из-под завалов спасатели достали тело погибшего мужчины. На данный момент поисковые работы продолжаются. Под огнем и Торецк. Там россияне попали в больницу. Один человек ранен. Всего повреждено три отделения. Детское, хирургическое и в роддоме от взрывной волны вылетели окна. Пострадали и младшие медицинские сестры. В Авдеевке снова массированный арт-обстрел центральной части города. Всего за эти сутки оккупанты совершили 25 обстрелов. Под удар также попали Николаевка, Мирноград, Красногоровка и Часовьяр. Уничтожено 30 объектов. Половина из них это жилые дома. Группировка ДНР заявила о захвате поселка Майорск. Украинская сторона эту информацию не подтверждает. В сводке главы области Павла Кириленко этот населенный пункт обстрелян российскими войсками. А в сводке генштаба ВСУ в перечне успешно отраженных атак. Украинские силы продолжают укреплять контроль над недавно освобожденными территориями Харьковской области. По данным британской разведки, российские войска в значительной степени выведены из района к западу от реки Оскол. Высокоценное оборудование, брошенное отступающими российскими войсками, включало средства, необходимые для обеспечения артиллерийского стиля ведения войны России. Среди них как минимум одна контрабатарейная РЛС-Зоопарк и как минимум одна машина управления артиллерией. Такое оставление подчеркивает неорганизованное отступление некоторых российских подразделений и вероятные локальные нарушения командования и управления. Например, на этих кадрах склады с боеприпасами и оружием – это все то, что военные России оставили после своего ухода из Балаклеи. В то же время Кремль хочет загнать в Украину недоукомплектованные чеченские батальоны. В большинстве они состоят из наемников из экономически депрессивных регионов России. Об этом говорят аналитики Института изучения войны. Приближенный к Путину олигарх Евгений Пригожин, владелец ЧВК «Вагнер», становится лицом так называемой специальной военной операции. В сети появилось видео, на котором он лично призывает российских заключенных воевать в Украине. Пригожин произнес вербовочную речь, объявив, что именно российские уголовники сыграли важную роль в захвате углегорской ТЭЦ. В Луганской области россияне готовятся обороняться, окапываются в Сватово и Троицком. По словам главы области Сергея Гайдая, харьковский мгновенный сценарий может не повториться. Грядут тяжелые бои за освобождение Луганщины. В Лисичанске сегодня, по информации Гайдая, ВСУ уничтожили российский склад боеприпасов. Есть и погибшие среди оккупантов. Боевики ведут работу и по набору в свои ряды. Принудительная мобилизация только ужесточается. Мужчин снова забирают на войну прямо с улиц. Такая ситуация не только на Луганщине, также на мужчин охотятся в захваченных городах Донецкой области. Тем временем главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник успокаивает боевиков и их пособников. Хочу вам всех заверить, что оснований для паники нет. Определенных успехов противник достиг. Практически на сегодняшний день он находится у границ Луганской Народной Республики. Но еще раз повторюсь, оснований для паники никаких нет. В захваченном Мариуполе люди вышли на митинг из-за отсутствия света и воды в течение уже трех месяцев. Жители домов по проспекту Победы собрались у здания Азовжилкомплекса. По их словам, оккупанты отказываются ремонтировать разбитую подстанцию. Мариупольцы из других районов города также возмущаются отсутствием элементарных условий для жизни. ЖЭКи, которые восстановили россияне, бездействуют. Никаких действий ни от райадминистрации, ни от водоканала, ни от энергетиков, нету никаких действий. Вот люди собрались требовать. Если не будет никакого движения, все это будет от райадминистрации, городской администрации и так далее, вплоть до приемной Пушилина. В Харциске, который оккупирован с 2014 года, неизвестные сняли флаги группировки ДНР и РФ. Флагштоки в центральной части захваченного города теперь поломаны, как уточняют местные жители в соцсетях. Флаги развивались ранее над футбольным полем, которое находится между центральной площадью и зданием исполкома. Снова под обстрелом Донецк сообщается о прилетах в районе Молокозавода и Абакумова, в Макеевке, на Гвардейке и в Петровском районе. Есть погибшие в частном секторе в центре города. Также под обстрел попала исправительная колония. На этих фото осколки снаряда возле здания МВД. Это все на сегодня. Как всегда, ждем ваши комментарии. Поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в вашем городе. До завтра. Берегите себя.